МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире 14-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Есть два армянские государства. Гильермо Караманян, часть 3. Новый год по армянскому священному календарю отмечается 21 марта. Вышел свет 20-й номер журнала Вестерн Армения. В Конгрессе США состоялись обсуждения по Арцаху. Баку продолжает создавать искусственные символы. В Историко-культурном музее и заповеднике Зваркноц открылась выставка, приуроченная 160-летию Тороса Тораманяна. 20 марта на онлайн-платформе Skype состоялось 14-е заседание Третьего созыва Национального собрания Республики Западная Армения. Вступительную речью выступил первый президент Республики Западной Армения Армейна Кабрамян, поздравив граждан Западной Армении и коренное армянское население с Новым годом, который наступил 20 марта. Заседание продолжила председатель Национального собрания Нелли Арутинян, представив принятый закон Национального собрания, связанный с коренным населением Арцаха и законом о вхождении в состав Западной Армении, предложив депутатам Республики Западной Армении выразить свою позицию касательно отрыва наших соотечественников Тауша от Родины и Корней. Арменак Абрамян представил присутствующий материал, подтверждающий нашу природу и наши права. Вопросом повестки дня стала организация 24-27 апреля акции памяти наших мучеников в мемориальном комплексе Цицерна Каберт. Участники заседания обсудили текущие актуальные вопросы. Посол Республики Западной Армения в Аргентинской республике Гильермо Караманян пишет, все военные учения были заказаны международной геополитической силой и заслужили уважение армянского истеблишмента, пока патриотичные ветераны Арцарской войны не раскрыли скрытый и коварный план, осуществляемый против нас из логичной патриотической реакции из самого Цшуши. В 2004 году они приступили к созданию государства, которое продолжило бы армянское государство 1920 года, следуя всем принципам международного публичного права в этой связи. Кропотливая армянская патриотическая работа, замаскированная международной геополитикой с армянскими СМИ по всему миру, породила Республику Западная Армения, которая является законопродолжением армянского государства 1920 года и представляет собой единственный способ обеспечить удовлетворительный государственный статус для всех армяне мира. В Республике Западной Армении со всей силой диаспоры, спасенные ради нашей патриотической цели, смогут разработать реальные и благоприятные альтернативы для восстановления каждой из армянских провинций, подробно описанных выше, которые сегодня временно захвачены Турцией и Азербайджаном, которые мы должны восстановить для Армении, следуя наставлению наших отцов и дедов. Почему нынешняя Республика Армении не может претендовать на какую-либо территорию, которая находится за пределами 29 800 квадратных километров? Существует исторический и юридический факт, о котором подавляющее большинство армян не знает. Нынешняя Республика Армении с ее 29 800 квадратных километров стала независимой страной, отличной от исторической Армении, чье государство было признано международным правом в 1920 году и примерно 30 странами мира. Это означает, что 21 сентября 1991 года произошло разделение армянской нации. Эта реальность могла бы быть иной, если бы руководители Советской Армении 1990-х и 1991-х годов действовали с чувством патриотизма и не договорились бы с геополитической силой об отторжении подавляющего большинства тысячелетней и священной армянской территории. Мы не осознаем, что были и останемся потомками того же армянского народа, от которого они отличались своими действиями. Все, что им было нужно сделать, это предъявить претензии на международное признание армянского государства 1920 года и объявить себя его правоемниками. Но они решили отделиться от нас и стать единственными армянами в мире, без необходимости создавая новое армянское государство в ущерб нам, поскольку мы для него чужие. Сегодня, в солнечный день месяца Арек, по армянскому календарю, в день весеннего равнодействия мы празднуем армянский Новый год, затык Гар-Намут, приход весны. На затык заканчивается Великий пост, стол украшают различными национальными и праздничными блюдами. Весеннее равнодействие наступает ранним утром 21 марта в час 24 по ереванскому времени, что считается моментом наступления Нового года. Одним из важных новогодних ингредиентов является солод, ацик. Выращивают примерно за три недели до праздника. Пшеница, ячмени и другие семена символизируют наши мысли, ростки которых мы превращаем в те цели, которых должны достичь в течение Нового года. Яйцо – символ новой жизни. Окрашивая в разные цвета, мы окрашиваем нашу новую жизнь, которая приходит с весной с ярким цветом. Наиболее распространенный красный цвет. Горящая свеча – символ солнца, украшающий праздничный стол Аревортинер. К столу подается мед, который является символом семейной любви и сладости. Вино является символом священной армянской земли солнца, созидающей руки армянского крестьянина, благородной мысли. Вино также символизирует терпение и зрелость. Столы украшают различными национальными блюдами – сухофруктами и изюмом бобовыми, халвой, готой, пахлавой, похинзом и различными блюдами в зависимости от предпочтений. День также украшают различные национальные игры, наиболее распространенные игры с яйцами и розыгрышная игра с готой. В круглую гаду тарихаз добавляют пуговицу, монету или бобовое зернышко. Считается, что год будет благосклонен к тому, кому достанется именно этот кусок. Игры сопровождаются национальными песнями и танцами. Праздник начинается с приветствия восхода солнца. Основные ритуалы проводятся, когда солнце находится на самой высокой точке. Вышел в свет 20-й номер журнала «Вестерн Армения». Журнал «Вестерн Армения», посвященный культуре и искусству армянской идентичности и Западной Армении. В новом номере журнала «Вестерн Армения» опубликованы статьи, посвященные восприятию общественного порядка в Западной Армении, структуре армянской идентичности в мире, действием информационного воздействия. Вы можете ознакомиться с процессом уничтожения армянского присутствия в армянских храмах на оккупированных территориях Арцаха в результате развязанной боку последней войны. Армянскую, английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. В Конгрессе Соединенных Штатов прошло двухдневное обсуждение на тему противодействия геноциду, обеспечения прав и безопасного возвращения коренных армян Арцаха. В ходе обсуждения выступили исполнительный директор Института Лемкина по предвращению геноцида Элиза фон Йондер-Фурге, международный эксперт Гарни Керконян и прочие. В обсуждении приняли участие сенатор Эд Марки, сопредседатели комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Палоне, конгрессмены Гейб Амо, Джуди Чу, Джим Коста, Сет Магазинер и Брэд Шнайдер, представители Организации Американо-Греческий совет лидеров и христианская защита. Исполнитель и директор Института Лемкина по предвращению геноцида Элиза фон Йондер-Фурге в своем выступлении коснулась продолжающегося геноцида, назвав произошедшее вторым геноцидом против армян. Она подчеркнула угрозу армянского суверитету как на Южном Кавказе, так и за его пределами, включая армянский квартал Иерусалима. Мы должны четко заявить, что самая большая угроза, с которой сталкиваются армяне в Армении и за ее пределами, заключается в том, что против них выступает Баку, президент которого активно утверждает, что армянская территория исторически была азербайджанской, отмечая, что армяне не являются коренными жителями региона. Спикер также представила суть азербайджанской политики геноцида в отношении армян и нынешнюю антиармянскую позицию диктаторского режима Баку. Сопредседатель комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паулоне особое внимание уделил праву армян-арцаха вернуться на свою историческую родину и прожить там всю жизнь. Участники подчеркнули необходимость реализации права арцахцев на безопасное возвращение, необходимость работы с американской стороной в этом направлении, увеличение гуманитарной помощи, предоставляемой Армении, предоставляемой Армении военной помощи, отмену президентской привилегии отказаться от применения резолюции 907, прекращение американской помощи Баку, а также привлечение к Баку к ответственности за совершенные военные преступления. После 44-дневной войны 2020 года бакинская пропагандистская машина ввела в обращение символы победы, один из которых непосредственно связан с диктаторским лидером Баку Ильхамом Алиевым. Это так называемый «железный кулак». Во время своего последнего выступления в ходе 44-дневной войны, перечисляя названия оккупированных бакинскими войсками районов, Ильхам Алиев в знак победы показывал кулак. Бакинская пропагандистская машина с 2021 года называет операцию по освобождению оккупированных территорий 2020 года «железным кулаком». Уже с 2021 года Алиев придавал этому жесту большое пропагандистское значение, демонстрируя свою силу и готовность наказывать армян, наносить удары, развивать головы врагу. Во время визита в оккупированный Арцах, говоря об Армении и Арцахе, Алиев делал подобные жесты. В том же 2021 году бакинская пропагандистская машина начала широко распространять фотографии Алиева с соответствующим жестом. В Баку начался парад по установке так называемых статуй «железного кулака». Символы, преследующие очевидную пропагандистскую цель, были размещены исключительно в оккупированном Арцахе, Гатруте, Бердзоре. Судя по видеороликам информации, памятник планируют установить и в Степанакерте. Не случайно, что сразу после оккупации Степанакерта был демонтирован памятник Степану Шуамяну и в интернете начали распространять тему демонтажа памятника «Мы и наши горы». Очевидно, что «железный кулак» несет в себе прямую агрессию против любого проявления армянства. В Арцахе памятник устанавливают в знак бакинского господства, символизируя победу над армянами и захват территорий. «Железный кулак» для азербайджанской стороны – символ уничтожения армянского Арцаха со всеми его последствиями. Процесс получил более быстрое проявление после полной деарменизации Арцаха. В Степанакерте начали уничтожать все символы, связанные с армянской идентичностью. Со здания правительства Арцаха были сняты гербы Арцаха. На главном фасаде здания правительства был вывешен огромный плакат с изображением железного кулака. В историко-культурном музее и заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160-летию сына Западной Армении, хранителя и исследователя архитектурного наследия армянского народа, архитектора и археолога Тороса Тораманяна. В числе экспонатов фотографии архитектурных памятников, научные работы, письма, чертежи, путевые заметки, сделанные в разных регионах Западной и Восточной Армении. Также найдены в 1927 году усилием Тораманяна скелет слона возрастом около 750 тысяч лет в районе Казачьего поста на северо-западной окраине Гюмри. Экспонаты взяты из личных архивов Тороса Тораманяна и Арама Вруйра, фотограф, переводчик-драматург, участвующий в экспедиции с Тораманяном, которые хранятся в фондах службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников. Останки слона были привезены для временной выставки из Геологического музея. Свою творческую и научную деятельность, огромный труд всей своей жизни Торос Тораманян осуществлял в трудные времена и условия, ценой многих лишений. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении группы «Сасна ЦРРДУГУРМА». «Сасна ЦРРДУГУРМА» Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...